В повести Палата номер 6 Антон Павлович Чехов с необычайной проникновенностью воссоздает мрачную атмосферу общества, которая губит в человеке самое лучшее. С первых строк мы видим небольшой флигель в больничном дворе, окруженный зарослями репейника, крапивы и дикой конопли. Пейзаж дополняет ржавая крыша, наполовину обвалившаяся труба, серый забор с гвоздями, обращенными острием кверху. Обитатели Палаты номер 6 живут в атмосфере жестокости и бесперспективности, ни на что особо не рассчитывая. Казалось бы, больница — место, куда человек приходит за излечением. Но в чеховской повести это мрачное заведение похоже на тюрьму. Все пациенты фактически обречены на медленное угасание, и никому нет до них дела. В больнице царит атмосфера диспотизма, лицемерия и равнодушия. Пациенты не получают должного внимания и сталкиваются с грубым отношением. Во флигеле, где живут душевнобольные, царит жестокость и насилие, олицетворяет которые бывший солдат, а теперь сторож Никита. У него суровое испятое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки. Он бьет по лицу, по груди, по спине, почем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Наибольшую ответственность за происходящее автор возлагает на представителей интеллигенции, образованных людей, которые осознают пагубный характер сложившейся ситуации, но следует принципу невмешательства, подстраиваются под существующее положение дел. В этом смысле яркой иллюстрацией становится образ доктора Андрея Ефимовича Рагина. Чехов отмечает особенности его происхождения и воспитания. С юных лет он интересуется вопросами философии и религии. Медицинское образование Рагин получает по настоянию отца-врача. В зрелые годы он задумывается над вопросами веры и бессмертия души, но не находит оснований принять религиозные догмы. Подобная философия начинает тяготить доктора, приводит его в состояние уныния, апатии. Продолжая скучное, размеренное и однообразное существование, он отказывается от сопротивления обыденности. Доктор имеет представление об истинных нравственных ценностях, понимает, что такое правда и ложь, добро и зло, а также способен оценить существующее в больнице и в городе положение дел. Однако он не находит в себе сил и желание что-то изменить, улучшить условия для пациентов, избавиться от грубых, ворующих и непрофессиональных помощников. К своему врачебному долгу он относится спустя рукава. Осмотр больных производит редко и без заинтересованности, передавая эти обязанности фельдшеру. Пациент палаты номер 6 Иван Дмитриевич Громов признан душевно больным человеком, у него диагностирован бред преследования. Чехов подробно рассказывает о его воспитании. Мы узнаем о смерти брата, аресте отца. В своих высказываниях он обвиняет доктора в пассивности, в нежелании бороться с деспотизмом и жестокостью. Иван Дмитриевич говорит, «Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал. Здоровы вы как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире с отоплением, с освещением, с прислугой, имея при том право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать». Диалоги Рагина и Громова чаще напоминают спор. При этом Громов занимает наиболее резкую наступательную позицию. Его аргументация основана на примере собственной судьбы. Доктор ведет себя с пациентом мягко и обходительно. Он пытается убедить его в относительности любых страданий, необходимости быть выше их, что категорически не принимает Громов. В финале повести доктор Рагин становится пациентом палаты для душевнобольных. Его поведение и образ мысли выходят за рамки устоявшихся схем и общепринятых норм. Общество не может принять переродившегося героя и спешит изолировать его от себя. Чехов вступает в спор с популярной в конце XIX века идеей о непротивлении злу насилием. Поддерживающий ее Лев Толстой выступает за отказ открытой борьбы со злом, вместо которой предлагает путь самосовершенствования. Антон Павлович напротив призывает к открытым и жестким действиям, направленным против грубости, невежества и деспотизма. Русскому писателю Николаю Семеновичу Лескову принадлежат слова. В палате номер 6, в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду палата номер 6. Это Россия. Чехов в своем произведении глубоко проанализировал социальные и нравственные проблемы современного ему общества, а также показал особенности мировоззрения представителя русской интеллигенции на рубеже XIX-XX веков.